На сейчас страну восходящего солнца. В Японии стартовала встреча лидеров стран Большой Семерки, председатель саммита, премьер страны Синдзе Абе. Помимо Японии участие принимают крупнейшие экономические державы США, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. Приглашены также главы Евросовета и Еврокомиссии. Сейчас на прямую связь выходит наш собственный корреспондент в Японии Сергей Менгажев. Сергей, здравствуйте. Расскажите, какие темы на повестке дня саммита? Официальные и кулорные? Да, Мария, здравствуйте. Ну, саммит начался, рабочее заседание началось буквально два часа назад. Журналистам пока ничего об этом не сообщили. Вот известна культурная программа, все началось с культурной программы. Хозяин саммита, например, министр Японии Чинзуаба, встретил своих гостей у ворот древнего синтезского храма Исэдзингу. Каждый лидер в сопровождении монаха должен был пройти по деревянному мосту. Последним, кстати, прибыл президент США Барак Обама. И они что-то очень серьезно и напряженно обсуждали с Синзуаба. Не исключено, что они продолжили, начато еще накануне, разговор об очередном ЧП с американским военнослужащим. На острове Окинава, где сосредоточены базы США в Японии, бывший морпех убил японскую девушку. Это подняло новую волну антиамериканских протестов прямо перед началом саммита. И накануне Обаме пришлось приносить извинения и выслушивать решительный протест от японского премьера. Это серьезно подпортило изначальные планы продемонстрировать прочность японо-американского альянса. Но этот вопрос прямого отношения к повестке саммита не имеет. Заседание, как я уже сказал, началось около двух часов назад после символической посадки деревьев в саду храма. Лидеры встретились за рабочим ланчем, но журналистов оттуда вывели еще до начала обсуждения. Сам Абе еще накануне говорил, что темами дискуссии станут вопросы глобальной экономической нестабильности, борьба с международным терроризмом, конфликт в Кирии, напряженность на Корейском полуострове и даже ситуация на юго-востоке Украины. Что касается экономики, то речь пойдет о мерах, которые должны принять ведущие страны-семерки, чтобы предотвратить глобальный спад. Здесь два пути. Либо либерализация монетарной политики, либо экономия и упор на структурные реформы. По этому вопросу, кстати, единства между странами и участницами нет. В отношении других вопросов противоречия меньше, но рассчитывать на то, что решение саммита окажет какое-то существенное влияние на их решение, немного странно. Семерки для этого явно недостаточно, о чем бы ни шла речь. Будь то экономика, где дискуссии исключен такой участник, как Китай, или, скажем, как можно обсуждать Сирию и Украину без России. Кстати, еще в начале года Абе заявлял, что намерен выступить на саммите от имени России. Что именно он имел в виду, не уточнялось, и это, пожалуй, наиболее интригующий момент нынешней встречи с Семерки.